Напомню, что в предыдущих фильмах об индикаторах напряжения мы обратили внимание на сетевые фильтры. Оказалось, эти устройства могут иметь двойное назначение. Так, фильтр был применен для получения сигнала об обрыве защитного проводника. Продолжим раскрывать тему, поскольку изучение устройства и принципа действия дает еще несколько полезных и даже неожиданных результатов. Как обычно, начнем с документов. Подробно они указаны в тексте к фильму. А пока назовем технический регламент, по которому почти все бытовые приборы, компьютеры и инструменты подлежат сертификации и испытаниям на электромагнитную совместимость. Согласно определению, эти технические средства должны функционировать в заданной электромагнитной обстановке и не создавать недопустимые электромагнитные помехи другим техническим средствам. Соответственно, сетевые фильтры используются повсеместно, поскольку по своему основному назначению именно они подавляют имбульсные и высокочастотные помехи. Патенты по нашей теме находятся в нескольких рубриках и составляют солидную коллекцию идей почти за 100 лет. Например, этот британский патент от марта 1932 года предлагает фильтрующее устройство с разными комбинациями соединений, индукционных катушек и конденсаторов. По сути, данное решение применяется и сегодня. Поэтому для уточнения конструкции и параметров будет полезно просто взять и разобрать те фильтры, с которыми мы уже проводили эксперименты. Первым будет модуль от стиральной машины. Обычно его можно недорого купить в комплекте с вилкой и шнуром. На фотографии обратной стороны хорошо видно дроссель, который имеет две обмотки по 7 витков с общим кольцом. Тут следует обратить внимание на разные направления навивки. Выводы этих обмоток с одной стороны соединяют с источником питания, а с другой с нагрузкой. На стороне нагрузки находятся три конденсатора. Два из них соединены с выводом для защитного проводника. В маркировке имеет смысл заметить буквы обозначения класса этих конденсаторов Y и X. Перевернем. Из другого направления увидим, что большой конденсатор, который соединен параллельно нагрузке, имеет в маркировке класса букву X. Конструкция простая. На фото скрыта лишь одна деталь. Это небольшой резистор. Сбоку можно разглядеть, что он соединен параллельно с конденсаторами. По калькулятору цветовой маркировки для него определяем, что номинальное значение сопротивления равно 750 кОм. Чтобы составить схему и проводить расчеты, нам не хватает только значений индуктивности катушек дросселя. Их определим с помощью тестера. Вначале присоединим прибор к выводам первой катушки. Получаем чуть больше 0,6 мГн. Затем для второй катушки имеем практически тот же самый результат. Соединяем выводы катушек между собой и измеряем индуктивность последовательной сборки. Она близка к нулю, так как направление намотки противоположное. Интересующие нас характеристики запишем на схеме справа от фотографии. Точно такие же значения параметров указаны в паспорте и даже на этикетке фильтра. То есть индуктивности можно было не измерять. Но мы это сделали намеренно для проверки и дальнейшего исследования. Сборка устройства выполнена симметрично относительно вывода для защитного проводника. Как видно по схеме, фазные нейтральные проводники можно менять местами. При отсутствии нагрузки, после отключения от источника питания, конденсаторы разряжаются через резистор. Хотя остаточный заряд небольшой, без резистора касания выводов могло бы стать неприятным сюрпризом. Для подавления радиопомех и подключения к питающей магистрали используются конденсаторы, которые должны соответствовать требованиям указанного стандарта. В других случаях требования к конденсаторам должны быть не менее строгими, особо в части безопасности. Но в отдельный ГОСТ выделили именно этот. Маркировка конденсатора буквы Х означает, что он относится к классу, учитывающему опасность возгорания. Маркировка буквы У применяется для класса, учитывающего опасность поражения электрическим током. Цифры при этих буквах означают определенный набор условий испытаний, который указан в стандарте. Пожарная опасность компонентов находится в поле наших интересов. И, надеюсь, в будущем к этому вернуться, чтобы показать испытания на воспламеняемость. Пока же можно заметить, что все конденсаторы и фильтры имеют в маркировке букву Х. Значит, изготовитель требования пожарной безопасности предусматривал. Аналогично учитывалась электробезопасность. Для конденсаторов, которые соединены с защитным проводником, выбрано исполнение, уменьшающее вероятность пробоя и замыкания на землю. Вместе с тем, в экспериментах, о которых сказано вначале, мы наблюдали появление напряжения на корпусе при обрыве защитного проводника. На схеме видно, как в этом случае через конденсатор, соединенный с фазным проводником, под напряжением оказываются детали фильтра, а также открытые проводящие части электроприбора. Посчитаем возможный ток утечки. Нарисуем миллиамперметр там, где следует измерять ток. Возьмем емкость конденсатора и для частоты 50 Гц определим реактивное сопротивление. По известной формуле имеем значение 118 кОм. Следовательно, ток утечки при напряжении на конденсаторе 230 В составит 1,9 мА. Убедимся, что это не ошибка прямым измерением. Для этого подключим наш сетевой фильтр к источнику питания через устройство дифференциального тока. За ним поставим реле напряжение и розетку. Реле напряжение пока используем только как индикатор для контроля показателей электропитания и активной нагрузки. Ее дает нагреватель с тремя ступенями регулирования. Сразу после включения тестер показывает ток утечки близко к ожидаемому значению 1,9 мА. Напряжение, правда, несколько меньше стандартного. Ток нагрузки поднимаем до 6 А. При этом ток утечки меняется незначительно, вследствие небольшого падения напряжения питания. Дальше интересно посмотреть напряжение, которое может появиться на открытых проводящих сетях при обрыве защитного проводника. Для этого тестер используем в режиме вольтметра. Как и следовало ожидать, напряжение при обрыве примерно равно половине напряжения питания. В роли делителя напряжения выступают конденсаторы, которые симметрично соединены относительно вывода для защитного проводника. Остается оценить аварийную ситуацию, когда ток после обрыва будет протекать через человека. Сделаем два измерения. В первом сопротивление тела моделируем резистором с номиналом 1 кОм. При этом левый тестер показывает ток прикосновения около 2 мА. Правый тестер напряжение прикосновения около 2 вольт. От нагрузки эти показатели практически не зависят. Во втором измерении увеличим сопротивление резистора до 5 кОм. Такая замена не привела к изменению тока прикосновения. Еще раз получаем примерно 2 мА. Но напряжение прикосновения увеличилось почти до 10 вольт. Данные показатели также почти не зависят от нагрузки. Сравним полученные результаты со стандартными допустимыми значениями. Оказывается, что при обрыве защитного проводника напряжение прикосновения и ток находятся на границе аварийного режима бытовых электроустановок. Во всяком случае, показатели прикосновения существенно хуже, чем требуется при нормальном режиме. Следовательно, для эксплуатации сетевого фильтра и электроприбора, где он установлен, необходимо заземление. Кроме того, если постоянно оставлять фильтр под напряжением, за счет утечки будет небольшой расход электроэнергии. Правда, на практике важнее учитывать то, что несколько сетевых фильтров, работающих параллельно, дают суммарный ток утечки, при котором может сработать устройство дифференциального тока. Чтобы избежать ложных срабатываний, приходится увеличивать число устройств, разводить нагрузку по разным группам, так как из-за штатной утечки не получается использовать одну защиту для нескольких печек или машин. Особо это касается выбора моделей, у которых значение номинального отключающего дифференциального тока 10 мА. Еще замечу, что токи утечки при пуске оборудования могут подниматься выше тех, которые устанавливаются после переходных процессов. К таким более сложным ситуациям мы вернемся в следующей серии нашего фильма, а сейчас продолжим заниматься устройствами. Дело в том, что индукционно-емкостная модификация, которую мы рассматривали, предназначена для подавления высокочастотных помех, и для полноты представления о фильтрах следует добавить часть, которая отвечает за подавление импульсных перенапряжений. Такие устройства, предназначенные для ограничения и отвода импульсов тока, обычно относят к одному из трех классов испытаний. Со страх бытовых сетевых фильтров включают те, которые выдерживают только кратковременные импульсы. Они проходят испытания с наименьшими требованиями, по третьему классу. Мы уже работали с пилотом, который содержит интересующие нас детали устройства защиты от импульсных перенапряжений. Остается его разобрать. Тут внутри есть небольшая плата. Зарисуем ее схему. Как видно, сборка содержит три конденсатора и три варистера. Основные компоненты вновь расположены и соединены симметрично относительно защитного проводника. Фазные и нейтральные проводники можно менять местами. Конденсаторная часть фильтра совпадает с решением из предыдущей конструкции. Только номиналы меньше, следовательно, меньше будет ток утечки. Но по той же причине, видимо, снизится эффективность защиты от помех. Для разрядки конденсаторов после отключения от источника здесь вновь применен резистор. Небольшое отличие заключается в том, что через разрядный резистор запитана индикаторная лампа. У резистора появляется двойное назначение. Пользуясь случаем, в очередной раз повторю, что мы повсюду замечаем примеры нескольких применений даже самых обычных вещей. Так имеем весьма плодотворную концепцию для инноваций. Пойдем дальше. Порядок соединения конденсаторов, можно сказать, продублирован для соединения варисторов. Работа варисторов подробно обсуждалась в нашем фильме о совместной работе с устройствами дифференциального тока. Ссылка на этот фильм есть в сопроводительном тексте. Там мы заимствовали слайд с характеристиками и теперь посмотрим, чего ожидаем. Напомню, что в пределах напряжения срабатывания на графике имеем почти горизонтальный участок. Ток через резистор здесь близок к нулю. В случае появления импульса перенапряжения ток резко возрастает. Причем быстро, практически одновременно с нарастанием напряжения. Это показывают ветры графика, которые уходят вверх и вниз. В результате увеличения тока увеличивается падение напряжения во внешней цепи. И мы предполагаем, что такое противодействие как минимум замедлит рост напряжения. По балансу энергии должно быть видно, что варистор поглощает и рассеивает избыток. Если варистор при перенапряжении замкнет цепь между фазным и защитным проводниками, может сработать устройство дифференциального тока при его наличии в цепи питания. И раньше мы это демонстрировали. Однако из-за неидеальной характеристики возникает проблема. Так как при продолжении питания вблизи напряжения срабатывания варистор существенно нагревается. Подобные предварительные наметки оставим до новых экспериментов. А сейчас сделаем выводы о конструкциях. Вторая, более древняя сборка выполнена на компонентах без учета стандартных требований по безопасности. Конденсаторы применены обычные и три одинаковых варистора диаметром 14 мм. Конечно не смогут выдержать длительного перенапряжения. В таком исполнении фильтра полезна как минимум пассивная защита. Например, локализация в корпусе из негорючего материала. Из активной защиты наиболее эффективным стал бы контроль температуры. Для розеток мы его применили и в аналогичном исполнении он будет обеспечивать безопасность фильтра. Также не лишним будет контроль влажности, особо для модуля стиральной машины, где не исключено образование конденсата. При таком количестве замечаний закону возникает вопрос, стоило ли заниматься данными конструкциями. Положительный ответ вновь касается принципа двойного назначения. Поясню на схемах. Первая и вторая одинаково показывают наличие защитного проводника. Понятно, что он необходим для обеспечения безопасности, но в данном случае у него есть вторая роль. Видимо он способствует подавлению помех, иначе зачем было соединять с ним конденсаторы и варисторы. Доказательства этого продолжим в экспериментальной части. А сейчас откроем один из основных стандартов электротехники, где есть определение функционального заземления. Читаем, что оно не предназначено для обеспечения безопасности. Но мы же видим явное совмещение функций. И главный вывод заключается в том, что сетевые фильтры реализуют двойное назначение заземления. Причем, поскольку они используются повсеместно, мы имеем пример самого массового применения. Таким образом создан претендент, против которого нет возражений. Открывается возможность заземления в разных дополнительных целях. Нам это выгодно, поскольку давно применяем детали, реализующие заземление для передачи сигналов управления. Но это полезно и в более широком смысле. Ведь сама замена двухпроводной схемы на трехпроводную связан с увеличением расходов, как минимум на третий проводник, изоляцию и детали соединений. Все это, весь жизненный цикл, допустим 50 или 70 лет, в большинстве случаев ни разу не находится под нагрузкой. Если обеспечивается электрическая безопасность, то материалы и оборудование не работают, просто находятся в режиме ожидания. Поэтому двойное назначение дает и новый технический результат, и экономический эффект. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...